Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Что мне больше всего нравится в мифах и дезинформации, так это то, что они представляют собой своего рода романтическую пару. Это Тимоти Грэм, ассоциированный профессор кафедры цифровых медиа в Технологическом университете Квинсленда и эксперт по дезинформации. Ложная информация распространяется кем-то или чем-то, например, организацией, без ведома о том, что она ложная. Дезинформация может представлять собой тот же контент, тот же тип повествования или утверждения, но лицо или организация, которые его распространяют, знают, что это ложь. И намеренно распространяют ее, чтобы попытаться ввести в заблуждение или иным образом получить какую-то выгоду. Термины кажутся новыми, но у них есть история. В 50-х годах термин «дезинформация» использовался для обозначения пропаганды. Слово стало популярным в 2016 году во время президентских выборов в США, а затем во время Brexit. Тем не менее, термин «дезинформация» стал популярным благодаря сектору здравоохранения. Это было то, что особенно интересовало исследователей в области здравоохранения, специалистов по коммуникации в области здравоохранения и врачей в этой ситуации, когда люди не делали себе прививки из-за убеждений, которые у них сформировались под воздействием полученной информации или участия в группах онлайн. Это может показаться простым, но дезинформация – сложное явление, которое трудно распознать, особенно когда смешиваются факты и вымысел. Одна из главных вещей в определении того, что такое дезинформация – это контекст. Проблема не обязательно в том, что содержание ложное или что-то, что говорится, является ложным, а скорее в ситуации серой зоны. Это может быть что-то, что является правдой, но оно полностью вырвано из контекста. И эта деконтекстуализация означает, что информация может распространяться как ложная или может быть неверно истолкована. Грэм говорит, что контент может быть эмоционально заряженным и поэтому распространяться быстрее. Когда мы видим, что что-то вышло из-под контроля, часто это происходит из-за того, что люди с той или иной стороны слишком бурно реагируют на проблему и непреднамеренно способствуют ее усилению. Так что ее просто видят все больше и больше людей. И знаете, я думаю, как вирус она распространяется таким образом. По словам Грэм, контроль и регулирование распространения недостоверной информации и дезинформации в интернете не являются быстрым решением. Это проблема всего общества. И это не просто то, что мы можем разработать машину, которая сможет это определить. Или разработать единый закон или единый набор политик для борьбы с этим. Грэм говорит, что отдельные пользователи могут предпринять шаги, чтобы остановить распространение ложной информации и дезинформации. Понимание, что есть большая вероятность, что вы, возможно, сталкиваетесь с дезинформацией или кто-то намеренно пытается вас дезинформировать. С точки зрения обычного человека, который потребляет контент онлайн и делится им, просто остановитесь и спросите себя, хочу ли я этим поделиться. Или, может быть, есть кто-то, у кого за этим могут быть не очень хорошие намерения. И каков источник? Откуда это идет? Грэм считает, что эти небольшие шаги могут создать более безопасную и фактическую экосистему онлайн. Это как бы начинается с солидарности и такого рода активизма. Вы ничего не сможете сделать, если не заставите больше людей двигаться вместе. И поэтому отстаивание культурных изменений, попытка изменить эту культуру – это действительно ключевая вещь в решении проблемы дезинформации. Репортаж Рэйчел Ноул с командой SBS Examens на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.